Тогда, в 2015-м, село Кагаева выгорело практически полностью, буквально за полчаса. Из 60 уцелело лишь 4 дома. Год спустя это в прямом смысле восставший из пепла населенный пункт. Сегодня здесь, словно с картинки, аккуратные улочки, новый фаб, новая школа и новый сельский клуб. Без культуры, как известно, и общество неполноценно. Новый клуб в Кагаево совсем невелик размерами, но это и не важно, ведь под одной крышей столько всего. Мы и спортом занимаемся, и у нас хореография здесь, и вокал, и мы немножко театром занимаемся. Сергей Иванович обещал нам и теннис, и бильярд. А еще здесь библиотека, концертный зал и уютная сцена. Открытие клуба, несомненно, историческое событие для малого села. Здесь будут справлять все. Тут будут справлять и свадьбы, и дни рождения, и думаю, и все. Потому что село, оно действительно, вот это такая семья, которая, ну, вот единая, как скажем, вот такая ячейка нашего общества, неразделимая. И, я думаю, в селе, вот самый дружный народ действительно на селе. В соседнем Скагаево селе Кужухово аналогичное праздненство. Стоит отметить, что и там, и там заново отстроены не только клубы, фельдшерско-акушерские пункты, а главное, школы. Светлый класс, все современно. В здании и школа, и детсад. Городской уступает разве что размерами, всего на 20 ребятишек. А сельчанам большего и не надо. Она такая красивая, а тут туалеты нормальные есть. Классные, красивые тоже. Спортзал красивый, большой. Бегать никуда не надо. Село Кужухово прошлогодний пожар в прямом смысле стер с лица земли. По сути, властям было проще расселить людей в другие города и села. Но восстановить принципиальное решение правительства Хакасии. Этот день в Кужухово наверняка можно считать началом новой жизни. Все хорошо. Доволенны всем. Надеялись. Дай бог, что построили. Спасибо. Классно все. Все нравится как бы здесь. Клуб тоже как бы клуб. По сравнению с тем, что было, меньше просто масштабом сейчас. Ну а так все замечательно. Кстати, бюджет на восстановление не включал в себя культурное учреждение. Собирали нужные 5 миллионов буквально по крупицам. Найти благотворителей удалось в том числе и Надежде Максимовой. И это очень важно, что именно корни остаются здесь, люди остаются здесь для проживания. И поэтому у меня вот такое вот чувство, что, ну, слава богу, что все так получилось, что сумели организоваться, что сумели найти необходимые ресурсы общими усилиями, очень непростыми. Но тем не менее мы сегодня вот имеем то, что у нас села возродились к жизни, можно сказать. Кагаева и Кожухова это, пожалуй, тот пример, как должно было проходить восстановление после пожаров. Без проволочек, все по срокам, все довольны. А это неплохое начало новой истории малого села. Константин Кравцов, Сергей Казмин, Вести, Хакассия.